Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-Энциклопедия от A до Z. И сегодня мы узнаем о группе Какофонии. В середине 80-х гитарист Марти Фридман уже получил неплохой опыт командной работы и решил попробовать себя соло. Заключив контракт со Шапнил Рекордс, он начал было готовить дебютный альбом, однако вскоре его планы изменились. Причиной тому стало знакомство с юным, но весьма одаренным гитаристом Джейсоном Беккером. Несмотря на скромные 16 лет, тот управлялся со своим инструментом так лихо, что у Марти порой отвисала челюсть. Кроме того, Джейсон имел заначки собственной наработки, и поэтому после ряда совместных джемов молодые гитаристы решили трудиться на пару и записывать альбом сообща. Свежеиспеченный проект нарекли Какофони, а в качестве вспомогательных музыкантов были приглашены вокалист Питер Марина и барабанщик Атма Анур. Что касается бас-гитариста, то группа в нем особо не нуждалась, поскольку соответствующие партии блестяще исполнил Фридман. Сессии проходили под патронажем Майка Варни в калифорнийской студии Prairie Sun и в июне 1987 уже завершились. Название пластинки Speed Metal Symphony достаточно точно отражало ее стиль, в котором сплелись неоклассика, прогрессив и спид метал. Конечно же, основу альбома составили гитарные дуэли Беккера и Фридмана, лишь временами от их поединков слушатели отвлекал грубый вокал Марина. На диске присутствовало всего семь треков, которые подразделялись следующим образом. Savage, When I Fought In Lies, Burn The Ground и Desert Island являлись металлическими боевиками с трешевым привкусом. Композиция The Ninja отражала увлечение Марти Востоком, а концерты из Speed Metal Symphony были инструменталами с ярко выраженным классическим направлением. После выхода альбома Атму Анура сменил Динка Странова, а помимо того команда обзавелась бас-гитаристом Джимми Оши. В 1988 году обновленные какофони записали свой второй и, как впоследствии выяснилось, последний альбом Go Off. На нем Марти и Джейсон продолжали решать вопрос, кто из них лучший шредер. Но вместе с тем группа попыталась продвинуться в сторону песенного формата и традиционного хэви. Наиболее заметно новое направление проявилось в таких харден хэви вещах, как ESP и Stranger, и балладе Floating World, а яркими представителями старой школы служили титульный трек из World of the Warrior. К сожалению, несмотря на интерес к творчеству какофони со стороны японцев и европейцев, в Америке команда успеха не имела, что и стало причиной ее скорейшего распада. Коллектив, заменившим Дина Костронова Кенни Ставрополосом, провел в поддержку Go Off Tourne, но тем дело и кончилось. Фридман и Бекер, помогая друг другу, занялись записью сольников, а потом их пути разошлись. Первый присоединился к Мегадет, а также продолжил личную карьеру, а второй ушел к Дэвиду Лероту, но потом из-за серьезной болезни оказался прикован к постели. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ